Магнитогорский металлургический комбинат В канун Дня Металлурга президент России Владимир Путин подписал указ о поощрении государственными наградами лучших работников российских предприятий и в их числе 15 тружеников Магнитогорского металлургического комбината. С Андреем Детятевым познакомилась наша съемочная группа. На своем месте Андрей Детятев может работать уже чуть ли не с закрытыми глазами. Шутка ли, 32 года здесь. Сам он в 1985 году приехал из тогда Пермской области. Там же получал специальность вальцовщика, а устроиться на ММК ему помог тесть. Молодой мужчина тогда размышлял, поработаю тут полгодика. Ну ладно, год, но два. Пока думал, рождались дети. Три сына и дочь невольно и заставляли отца держать синицу в руке. Сегодня старшие сыновья работают, дочь учится в консерватории, а Андрей Детятеву уже не до поднебесных журавлей. Здесь все давно стало родным и, что немаловажно, руководство ценит. Десять лет контракта – это уже что-то значит. Если есть у человека цель, а цель у него, я думаю, была поставлена, значит, он ее выполнил. Все, что заработал, это добыто, как сказать, потом и трудом. Хороший человек, отзывчивый. На работу, если пришел, то работает цель – это качество и количество выпускаемой продукции. Стан, на котором работает Андрей Детятев, непрокатный, дрессировочный. На нем обрабатывает прокатанный металл после термического отжига. Делается это для улучшения его механических свойств. В цирке дрессируют животных, чтобы для чего? Чтобы они послушнее стали. Вот мы также дрессируем металл, чтобы он послушнее стал. При резке, при штамповке. Ну и для чего металл нужен? Вот так мы его дрессируем, после нас его хоть куда, он дрессирован. Каждую смену вальцовщики выдают полсотни рулонов общей массой от 1000 до 1200 тонн. Терпение, конечно, надо иметь завидное. А еще трудолюбие, усидчивость. Эти качества Андрей Детятев всегда старался воспитать и в своих детях. Впрочем, кажется, еще Марк Твен сказал. Не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте, мол, себя. Что ж, если так, то за сыновей и дочь заслуженного металлурга России Андрея Детятева можно не беспокоиться. Продолжит нашу программу сюжет о еще одном уважаемом труженике, который также попал в список 15 работников ММК, поощренных государственными наградами. Это начальник цеха по ремонту металлургического оборудования номер один механоремонтного комплекса ММК Владимир Есин. Он был удостоен медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. С Владимиром Есиным познакомился мой коллега Станислав Юдин. После окончания училища и службы в армии в далеком 1969 году Владимир Есин пришел в первый копровый цех металлургического комбината с лесарем-ремонтником. Вскоре энергичный юноша уже возглавил бригаду клепальщиков ЦРМО-1. Тут и завертелось. Старший мастер, начальник участка, заместитель, а теперь уже 21 год как начальник цеха. Ответственность на Владимире Николаевича и возглавляемом им коллективе немалая. ЦРМО-1 отвечает за бесперебойную работу всего кранового оборудования металлургического гиганта. А это ни много ни мало 1018 машин, разбросанных по всем цехам предприятия. Коллектив, который здесь сейчас работает, да, много, конечно, ветеранов, которые ушли на заслуженный отдых, которые полностью подготовили всю молодежь. Поэтому цех по ЦРМО-1 и молодежь сейчас работает достойно, качественно, по всем направлениям. В 16-й год, если взять, то мы отработали 102% полностью по всей экономическим показателям своим. Поэтому директор механо-ремонтного комплекса УНРУ Сергей Яковлевич неоднократно благодарность в сторону ЦРМО-1 коллектива. Поэтому в 17-й год мы начали, сейчас за полугодие мы уже подвели итоги свои, которые отработали за полгода, мы уже поднялись на 5% плюс. Производственные успехи не остались незамеченными. И награда, как говорят, нашла героя. Указом президента страны Владимира Путина Владимир Есин был награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Однако лично своей Владимир Николаевич высокую награду не считает. Ни о какой медали не было бы и речи, если бы не поддержка дружного коллектива ремонтников. Это тот коллектив, который заслужил ее, награда наша общая. Поэтому спасибо огромное тому коллективу. Я думаю, что на дальнейшее коллектив будет работать так же слаженно и безо всяких сцессов. И действительно, с 2014 года ЦРМО-1 отвечает за проведение технического обслуживания и ремонта всего электрического, механического и энергетического оборудования цехов механо-ремонтного комплекса. В состав цеха вернулись печной, шиберный и форменные участки. Приобретается оборудование, расширяется спектр оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонтам по направлениям механика, энергетика и электрика. Цех постоянно внедряет передовые методы ведения ремонтных работ, используя современные технологии. Высокий профессионализм, умение хранить и приумножать традиции, преодолевать трудности позволяет коллективу цеха брать на себя ответственность в самых сложных ситуациях и достойно с ними справляться. Кстати, девиз медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени звучит так – польза, честь и слава. Такой наградой был удостоен еще один работник механо-ремонтного комплекса ММК, разметчик механического цеха Фергат Шакбалов. Коллегия у руководства уверяет, что он эту награду получил по праву, ведь он проработал на родном предприятии 33 года и стал наставником для нескольких десятков молодых рабочих. С Фергатом Шакбаловым познакомилась моя коллега Евгения Салахудинова. На отлично знать основы черчения, разбираться в металлах и, конечно, любить свою работу – в этом главный секрет успеха, так считает разметчик механического цеха механо-ремонтного комплекса Фергат Шакбалов. В своей профессии он верен уже 29 лет и, шутя, сравнивает ее с работой в военной разведке. Разметчики также должны идти в первых рядах и следовать заготовку. Сперва это на войне же разведчикам посылают, а мы с разметчиками размещаем. После нас уже идет на станке на обработку. Творческая работа, разные детали приходят. По всему комбинату делаем запчасти. На комбинат Фергат Раисович пришел в далеком 1984 году. Сначала работал учеником токаря, за четыре года освоил смежную профессию, и получил диплом разметчика, и с тех пор на одном месте трудится на благо родного предприятия. Его рабочее место — вот эта разметочная плита. Среди основных инструментов — угольники, циркули, кернеры и чертилки. Задача разметчика — не просто нанести базовые риски. Нужно с точностью до миллиметра обозначить контуры деталей, решить, на каком станке она будет вытачиваться. А заготовки в цех приходят разные. Некоторые достигают в длину нескольких метров. Например, вот эта балка должна на днях отправиться в СПЦ. На ее разметку у Фергата Шакбалова ушло четыре часа. Как опытному специалисту ему доверяют самые непростые задания. Зарекомендовал себя как опытный специалист. Часто выполняет роль наставника, обучает молодых рабочих. Также ставятся к нему люди для... Молодые люди, для того, чтобы научил выполнять довольно-таки сложные операции по разметке. Роль наставника Фергат Раисович выполняет успешно. Его ученики уже сами многого добились, а для настоящего мастера это наивысшая награда. Коллеги-руководители Фергата Шакбалова говорят, он еще и человек хороший. Найти общий язык с ним может каждый. Мы работаем уже 20 лет в одной бригаде, в одном коллективе. Очень хороший, ответственный работник. Я пришла в цех, Фергат Раисович здесь уже работал. Он один из самых опытных наших размечеков. Я даже скажу, что он самый опытный наш размечек. Сейчас он является моим наставником, то есть готовит меня на разряд. В любой работе он всегда поможет, всегда подскажет, если что-то неясно с чертежом, или поможет выставить деталь, если очень большая. За многолетний ответственный труд, за верность своему делу, Фергат Шакбалов накануне Дня Металлурга был удостоен государственной награды. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Указ о награждении подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Ранее в цехе такой награды не получал никто. Поэтому для Фергата Раисовича это не только почетно, но и ответственно. Словно выход на новый профессиональный уровень. И ни в коем случае не подведение итогов. Напротив, мотивация. Работать еще больше и еще лучше. Портретную галерею героев, поощренных государственными наградами и почетными званиями всероссийского масштаба, продолжит сюжет о токаре механо-ремонтного комплекса Юрия Мазуркевича. В канун Дня Металлурга он получил звание заслуженного машиностроителя Российской Федерации. Получать награды Юрию Мазуркевичу не впервой, но согласитесь, такое звание гораздо почетнее целой россыпи почетных граммов. С Юрием Мазуркевичем встретилась моя коллега Елена Тимофеева. Если бы 30 с лишним лет назад Юрию Мазуркевичу сказали, что станет токарем, он бы сильно удивился. В молодости мечтал возводить дома, потому и поступил в строительный техникум. Но волею судьбы Юрий Петрович оказался в механическом цехе МРК. Хотя тогда даже не знал, с какой стороны подходить к токарному станку. Мне повезло, мне достался хороший наставник Егоров Николай, который обучил мне этому токарному делу. И с тех пор я работаю. Главное, чтобы было желание освоить эту профессию. Профессия очень интересная. Много приобретаешь знаний при работе на станке. Сегодня в основном механическом цехе МРК Юрий Петрович один из самых опытных работников. В его арсенале два токарных станка. Универсальный и с числовым программным управлением. На нем сейчас вытачивается деталь для холодильной системы доменной печи. За 11-часовую рабочую смену Юрий Мазуркевич производит около двух крупногабаритных элементов. Самая легкая деталь, которая когда-либо стояла в его станках, весит 10 килограммов. Самая тяжелая – одну тонну. Работать, конечно, интересно на станке. Получаешь какое-то удовлетворение от своего труда. То, что из заготовки получается деталь, которая действительно для комбината необходима. В МРК опытного токаря уважают все. От начальника участка до начальника цеха. Юрий Петрович уже обучил своему ремеслу два десятка человек. За многолетний и добросовестный труд не раз удостаивался почетных грамот федерального уровня. А в этом году в канун Дня Металлурга Юрию Мазуркевичу присуждено звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». Постоянно подсказывает нам, как молодым руководителям, где-то подсказывает своим коллегам, как лучше использовать приемы в работе. Ну, так скажем, ведет активный образ жизни в коллективе механического цеха. Профессия токаря непростая. В механический цех приходят сотни выпускников, но работать остаются только единицы, отмечает Юрий Мазуркевич. Ремесло требует от человека быть терпеливым и, как это ни странно, творческим. В токарном деле, по словам мастера, нет рутины. Каждый день происходит что-то новое. Новый чертеж и новая деталь. И в продолжении нашей программы тема рационализаторства. В наше непростое экономическое время каждому предприятию важно показать максимальную эффективность при минимальных издержках. И примером такого подхода к делу может служить Магнитогорский металлургический комбинат. Каждому сотруднику он дает шанс проявить себя и внедрить собственную полезную разработку. Таким образом, получить процент от экономического эффекта. Так, в число лучших рационализаторов по итогам 2016 года попал инженер парасилового цеха Дмитрий Кузьмин. С ним познакомилась моя коллега Юлия Никифорова. Передовик рационализаторского движения парасилового цеха Дмитрий Кузьмин работает ведущим инженером участка котельных 4, 5 и 6. В настоящее время он выполняет обязанности начальника участка 2 и 3 котельных. Главная задача которого – обеспечение энергоресурсами четырех нагревательных печей 10-го листопрокатного цеха. Дмитрий Игоревич пришел в парасиловой цех в 2014 году. За три года он вместе с коллегами участвовал в разработке 20 с лишним рационализаторских предложений. Только в этом году им уже подано 6 идей. Причем большинство разработок Дмитрия Кузьмина внедрено или находится в стадии внедрения. К примеру, одна из этих идей касается сферы охраны труда – одного из главных направлений рационализаторского движения на Магнитогорском металлургическом комбинате. Вдоль насосов были расположены два коллектора, грубо говоря, под ногами на отметке 0. То есть мешали они непосредственно и технологическому персоналу, который выполняет обходы обслуживания оборудования, и ремонтному персоналу. То есть подали, посмотрели, сделали расчеты, прикинули, сделали дополнительные опоры, перенесли эти трубопроводы с отметки 0 на отметки плюс 2,2. То есть выше человеческого роста они теперь располагаются, никому не мешают. В этом году в ходе капитального ремонта замена участка питательного водовода «Котельный» внедрили еще одно раз предложение, в разработке которого принимал участие Дмитрий Кузьмин. Участок трубопровода диаметром 250 мм и протяженностью 160 мм заменили более коротким, 45-метровым, с меньшим диаметром 200 мм. Расчеты, проведенные командой рационализаторов, показали, что пропускная способность этой трубы достаточно. В результате удалось сэкономить и материалы, и ресурсы. Рационализаторство, коллегиальный труд, объединяющий коллектив цеха. Это в коллективе обычно авторов делается. То есть у нас и на Котельный коллектив мощный, рабочие, очень опытные. Вот тоже предлагают свои мероприятия. С ними вместе тоже оформляем эти мероприятия. Ну и непосредственно руководство цеха тоже помогает в этом плане и продвигать, и внедрять, и какие-то свои идеи подсказывает. Участие в рационализаторском движении, говорит Дмитрий Кузьмин, это техническое творчество, позволяющее ему самореализовываться как инженеру. Улучшать условия труда рабочих, поэтапно, понемногу модернизировать оборудование, видеть, приходя на работу, результат этого труда приятно. Дмитрий Кузьмин признан лучшим рационализатором парасилового цеха по итогам работы в 2016 году. Стараемся, работаем. В список лучших молодых рационализаторов и изобретателей по итогам 2016 года попал и оператор поста управления сортового цеха ММК Сергей Покатаев. На его счету несколько десятков рацпредложений, внедрение которых сэкономило время и деньги в производственной цепочке, а также принесло материальную выгоду самому изобретателю. С Сергеем Покатаевым познакомилась наша съемочная группа. Сергей пришел на комбинат в 2006 году после окончания Магнитогорского индустриального колледжа по специальности «Обработка металлов давлением». Работал на стане 170 с самого его пуска оператором поста управления. В 2014 году получил диплом инженера-прокатчика, заводочно окончив МГТУ. В задачи Сергея входит управление, настройка и корректировка режимов обжатий стана, его скорости и охлаждения. Параллельно с этим Сергей занимается и рационализаторством. На его счету множество рацпредложений, которые, подчеркивает молодой прокатчик, разрабатывались и внедрялись в команде коллег по цеху. Одно из последних внедренных новаторских решений – реализация возможности отслеживания геометрических параметров прокатного профиля вальцовщиком непосредственно на участке скоростных блоков. Так как раньше, чтобы получить возможность, ему необходимо было связываться с оператором главного поста, занимало время, было не очень удобно. Сейчас установили мониторы непосредственно на этом участке, вальцовщик сам в режиме реального времени отслеживает параметры геометрические, ну и производит оперативную настройку скоростных блоков. Номинальная производительность стана 170 – 765 тысяч тонн металла в год. В смену через руки Сергея проходит около 1000 тонн. Поле для новаторства весьма широкое, ведь на любом производстве всегда есть, что улучшить и облегчить. Еще одно рацпредложение Сергея Покатаева заключалось в изменении схемы прокатки скоростных частовых блоков с целью снижения скоростных характеристик оборотов. На выходе повысилась надежность основных узлов агрегата, сократился простой, минимизировался брак. Стоит ли говорить, что руководство полностью доверяет Сергею прокатный агрегат? Периодически он замещает старшего мастера. Справляется со своими должностными обязанностями прямо на ура, можно сказать, молодец. Помимо профессиональных его навыков, знаний, и как человек он очень такой хороший, дружим с ним с Пуск Астана. Я тоже пришел в 2006 году, вместе начали работать. И с Пуск Астана как завязались дружеские отношения, вместе уже сколько лет дружим. И только хороший, можно сказать, Сергей Палачев. Руководство ценит новаторские идеи работников цеха и завнедренное в производство поощряет материально. Молодым Кулибиным это подспорье весьма кстати. Дома у Сергея растут двое мальчишек, шести и двух лет. Старший серьезно занимается хоккеем. Благодаря ему и Сергей встал на коньки. И по выходным они вместе спешат на лед. Маленький тоже уже примеривается к клюшке. Учитывая, что тренировки одного ребенка проходят два раза в день, можно предположить, что рационализаторский ум молодого папы вскоре пригодится и на семейном поприще. И оптимизированный процесс развоза на тренировке будет успешно внедрен в семейную логистику. И еще один сюжет о молодом рационализаторе подготовил мой коллега Павел Берсенев. Он познакомился с машинистом шихтоподачи участка загрузки доминого цеха Андреем Мурзиным. Андрей Мурзин проработал в домином цехе пять лет и начинал, как и большинство доминщиков, горновым. Подробности далее. Очень часто судьба преподносит человеку такие подарки, о которых он, возможно, и не просил. Его величество случаев сыграло значительную роль и в истории Андрея Мурзина. А именно при поступлении в ВУЗ Магнитогорский государственный технический университет. Так получилось, что я просто прошел по специальности доминное производство по баллам. Ну и уже в процессе обучения я понял, что мне повезло и я удачно попал. Когда обучение осталось позади, молодой человек пришел на ММК. Попав в доминный цех, он, как и многие, сначала работал горновым. Но спустя год, в 2013-м, перешел на участок загрузки. После того, как он полностью вник в процесс, познакомился с механизмом работы, оборудование, рационализаторские идеи стали приходить сами собой. Несмотря на то, что в доминном цехе 8 печей, двух одинаковых абсолютно нет. То есть они в чем-то различаются. И к каждой печи нужен определенный подход. Я так, как работаю машинистом на какой-то определенной печи, я, допустим, вижу, какие нужны изменения, чего не хватает. И поэтому предлагаю их уже непосредственно руководству. Рационализаторские предложения по улучшению программного обеспечения, которые предложил Андрей Мурзин, приводят к большей автоматизации. Они уменьшают сложность работы машиниста, увеличивают производительность участка и точность навески материалов. Все это благотворно влияет на равномерность загрузки доминой печи. То, что мы видим наверху, на участке горна, это результат огромного количества кропотливой работы, в том числе нашего участка. То есть самое главное – это точно и своевременно загрузить печь. Если о нашем участке не слышно, если никто о нас не знает, значит, мы выполняем свою работу хорошо. Грамотно и уверенно справляться со своими обязанностями Андрею Мурзину помогают добрые отношения с коллегами и его руководством, которые ценят как его человеческие, так и профессиональные качества. Эти предложения эффективно упрощают работу как мехперсоналу, так электроперсоналу, так и машинисту загрузки доминой печи. Уже мы не теряем время на простой, лишний, как говорится, задержку оборудования. Поэтому нет задержки печи, значит, эффективно работает загрузка. Такая рационализаторская работа выгодна не только предприятию, но и самому специалисту. За каждую стоящую идею работник получает прибавку к зарплате, а после ее внедрения еще и процент от суммы экономического эффекта. Наша программа подошла к концу. Встретимся в следующий четверг. Смотрите ТВММК, гордитесь своими земляками. А мы, журналисты телекомпании ТВИН, постараемся и впредь сделать все, чтобы о самых уважаемых людях Магнитогорского металлургического комбината узнало как можно больше зрителей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова